Приветствую вас! Основная проблема заключается в том, что люди могут делать что-то, совершать какие-то поступки только лишь в своих собственных интересах. В этом случае человек может и спасти жизнь другому, и помочь ему, и приучать. Но если этот человек потом причиняет боль и делает что-то негативное, то такой человек совершенно определенно предсказывает только свои интересы. У него нет внутренних обязательств перед другим человеком. Понять это можно далеко не всегда. И именно данный факт, то есть незнание того, почему человек изначально поступает именно так, а не иначе, а также по причине того, что субъект поведения сам может не знать до конца, не осознаваться до конца в своих мотивах. Любые отношения с людьми являются риском, и этот риск всегда имеет место, и никогда его нельзя полностью ликвидировать. Поэтому, значит, отвечаем на ваш вопрос, как понять, где настоящее и что можно простить. Можно видеть пресыше. Настоящее там, где человек искренен. И искренность, к сожалению, это такое понятие, такое явление. Оно ситуативно. То есть человек в данный момент, делая какие-то поступки, может быть искренним. Но, в другой момент, совершая другие поступки, человек тоже может быть искренним. Для того, чтобы понять, где настоящее и что настоящее, нужно просто быть внимательным. И смотреть, как человек себя ведет. Если его интересуют ваши интересы, то вы обязательно заметите тому подтверждение. И прощать стоит только то, что человек совершил, будучи заинтересован в ваших целях, но поддавшись ее минутной слабости и соблазну. Если человек поступает в своих интересах изначально, и вы видите, что он всегда поступал только в своих интересах. И если только ваши интересы были как-то созвучны его, то тогда он делал что-то для вас. Просто вы не всегда понимали этого. То такого человека прощать не нужно. Потому что он всегда будет руководствоваться только лишь своими собственными интересами. И поэтому нету людей, хороших и плохих, нету людей, там, честных или нечестных. А люди, которые хорошие, которые совершают бескорыстные поступки, это люди, которые находятся в гармонии с собой. Это люди, у которых нет внутренних конфликтов, и они не испытывают дефицитов в чем-либо. Это люди без таких проявлений, как занясть, эгоизм, там, корость и так далее. Если человек все эти черты характера имеет, то у него есть какие-то проблемы. И эти проблемы могут вылиться, вылиться в определенные негативные последствия для вас. И человек от этого менее хорошим или более плохим не становится. Он просто другой. Он не нравится вам. Ваши интересы не соответствуют друг другу. Но, возможно, другой человек будет более созвучен этому. И с ним у него все получится. Поэтому смотрите на отношения людей к вам. Смотрите, как они воспринимают вас в своем пространстве. Смотрите, на кого нацелены их усилия, их поступки. И если вы видите, что человек преследует только лишь свои интересы, в контексте вас, то вот такого человека нужно избегать, дабы не попадаться на разочарование и на обман. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы оставить, то обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Продолжение следует...